Жители Александра Сахалинского столкнулись с катастрофической нехваткой чистой питьевой воды. С 27 февраля в городе действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Проблема с водой назрела из-за обмеления главного водохранилища на реке Козуленка. Основной источник воды сегодня завален илом и грязью. Очистных сооружений в водоеме нет, поэтому порой в квартирах по трубам течет грязная вязкая жидкость. Унитаз, раковина все ржавая. Постоять немножко, вот так осадки. Осадки, да. Да. Постирать тоже нельзя. Набели все осадки, где все остается. В период ограничений для людей обеспечили подвоз воды, однако до сих пор не все знают, когда приезжают цистерны. А те, кто все-таки следит за графиком, выстраиваются в большие очереди и терпеливо ждут. Многие жители Александровска нашли другой способ добычи воды. За ней они отправляются на родник. От города он находится далеко, поэтому возможности ездить туда есть не у всех. Да ее пить вообще мы ездим на родник постоянно, ее пить невозможно. Она прям черная-черная. И идет не постоянно, а выключают почти всегда. Сегодня на обмелевшем водохранилище ведутся восстановительные работы. Из водоема откачали около 70 тысяч кубометров ила. Специальным оборудованием из чаши водохранилища «Ил и грязь» будут убирать до сентября. Сейчас в городе идет осмотр ветхих трубопроводных сетей и их замена, чтобы вода, которая поступает в дома, не утекала в землю сквозь прохудившиеся трубы. Также важным этапом нормализации ситуации в городе станет проектирование очистных сооружений. Очистных сооружений на водохранилище по очистке воды их не было до сегодняшнего дня. Значит, планируем в этом году сделать проектирование, а на следующий год планируем установку очистных сооружений по обеспечению населения водой, чистой водой. Представители администрации признают, что несмотря на то, что восстановление источника уже идет, работы предстоит еще очень много. Продолжение следует...